Дамы и господа Всем привет, суббота, вечер, телеканал Зор ТВ, это стендап-шоу, здравствуйте, аплодисменты, да-да-да, вот так, вот так А бодя-бодя, можете поставить? Это угроза, это прямая угроза, понимаете? У меня была свадьба, и это так себе мероприятие Вы когда-нибудь видели, как плачет полулысая женщина? Бег баракя! Картошка дешевая, морковь вообще даром, вообще даром Меня зовут Камил Джалилов, к сожалению, Тимур Алиф не смог сегодня принять участие Мы продолжаем экспериментировать с моими соведущими Итак, встречайте, очень талантливый, неповторимый, Озот Шукрулоев Привет всем Да, Озот сегодня в новом амплуа, будем общаться со зрителями Нужно аплодировать, друзья, сегодня вместе с нами диджей-пятишка Диджей Можно вопрос? Можно вопрос Я все время хочу спросить у диджеев, да, это Вот в чем работа, если можно записать это на диск? Записать с чего? Ну, там, например, вот идет дискотека, вы там делаете свою работу, записываете это на флешку И каждый раз просто ставите эту флешку Вот я просто удивлен, то есть что-то записать на диск или на флешку, это сначала нужно сделать, создать? Ну вот, один раз сделать и все Ну, если вы танцуете под одну песню уже в течение нескольких лет, то, в принципе, да Ну, медики, медики, да, они такие, на самом деле Серьезно, а есть какие-то авторские треки? Конечно, конечно, все время постоянно это что-то делается Все время пишется, то есть, на самом деле я провожу 80% своего времени за тем, что создаю новое звучание в музыке А на свадьбах выступаете? Конечно На свадьбах, это основное, это он А боджа-боджа можете поставить? Ну, типа, если бухарская свадьба будет Ну, боджа можно спеть вживую, это делают артисты Мы все-таки играем немножко другую музыку Не, ну типа ремикс, чтобы там Да, ремикс, пожалуйста Если под конец, там чуть-чуть такой вялый боджа, да? Под настроение боджа Если боджа чуть-чуть вялый, там чуть-чуть медленно Если они уже в начале Он только что рассказал, как проходила его свадьба недавно Кстати, можно его поздравить У него действительно недавно была свадьба Да, да, не обязательно Я там просто постоял, я покушать пришел А сколько уже лет вот в этой индустрии? С 95-го года Считайте сами А бывают песни, которые вот прям не переделаешь? Да, конечно Они вот такие вот, примите это и так Джинури Всегда в оригинале играю Всегда? Да, вообще даже рука не поднимается А часто вот на мероприятии подходят где-нибудь, в клубе каком-нибудь и говорят Братан, поставь Джинури Да, да, да На этот случай у меня всегда есть отдельные наушники, я оставлю наушники Делай альбом Джинури в разных версиях Вот, и человек слушает отдельно наушники Вот, серьезно, по опыту Вот, самая кочевая музыка какая? Вот, самый кочевый трек у нас в Узбекистане Джинури или Кайфуем все-таки? В смысле, как? Нет, если из этих двух треков выбирать, то, наверное, Джинури А если вообще из всех треков? Глобально? Глобально, вот, да Я поддал первенство все-таки за Яллой Вообще весь репертуар такой очень хитовый Ну, Фредди Меркери не тот, да? Фредди Меркери совсем не тот, да Просто Фару Закиров все еще тот, понимаешь? Я бы так это характеризовал Да, да, можно хлопать, правда Стопильность Давайте поаплодируем, Али, спасибо большое Спасибо, спасибо Это же и пятишка это был Спасибо Все, спасибо большое Дорогие друзья, нужно аплодировать Первый сендап-комик, он уже на этой сцене Его зовут Озот Шукрулой Удачи Привет всем У меня была свадьба И это так себе мероприятие Честно, если у вас в будущем будет свадьба Не советую, не ходите Просто там все отдыхают, что-то пьют Танцуют все, да? А меня даже не накормили Я просто стоял возле пустого стола И все мне говорили Улыбайся, улыбайся, съемка А мне не хотелось Я просто сидел Всю свадьбу, всю свадьбу И просто все отдыхают, да? А я не отдыхаю, потому что я с женой Не свадьба, а отрывок из моей будущей женатой жизни Это было просто невыносимо И мы не снимали Love Story, потому что мы не отманщики Парни и девушки, мы по-разному смотрим в Love Story Если вы с подругами смотрите ваше Love Story, это романтический клип А если парень смотрит со своими друзьями Love Story, это юмористическая передача Потому что там типа Джо, ты че? Ты че, брат? Что это такое? Братан, ты че? Че за? Че это просто? Иногда эти Love Story получаются очень глупо Я смотрел одну Love Story, в которой Невеста в белом платье сидит на остановке, ждет Приходит парень, влюбляется Уходит и приходит на белом коне и забирает ее И вот единственный вопрос Какого черта она уже в белом платье? Просто зачем? Я просто думаю, он забрал ее на белом коне А через пять минут пришел Кортес с женихом И такой, вышли на остановку и такой Где невеста? Мы ее только что здесь оставили У меня однокожница говорит Не, это просто так задумано, что она каждый день так ходит Каждый день на всякий случай, что ли? По-моему, если девушка каждый день одевает белое платье Она чуть-чуть чокнутая Просто представляете, девушка каждый день выходит из дома и на старте прям Если что, я готова И так как я врач, недавно два дня подряд не спал Было дежурство И на следующий день это такое отвратительное чувство Вы такой, идете, и время так быстро идет, так быстро Я три раза на метро проехал от конечки до конечки Потому что я сажусь такой Беруни, первая станция Закрываю глаза, открываю Чкалов, последняя Я думаю, где остальные станции? А когда вы едете в автобусе Вы максимально пытаетесь не коснуться никого лицом Потому что сон может начаться в любую секунду Типа стоит мужчина, да, спиной Он такой Хоп, и сон начался И вы начинаете спать И иногда это мужчина Я все время боюсь, что он вместо вот этого сделает вот так Вы видели, как вот маленькие дети пытаются поймать мячик Который лежит прямо у ног Они просто бегут к мячику, наклоняются, пинают этот мячик И мяч уходит чуть дальше Они такие А потом идут снова И у меня племянник полчаса так гнался за мячиком И дядя такой Видал? Футболист И я говорю, конечно, в сборной будет играть У нас там таких много Спасибо за внимание Это был Узов Шкурлоев Эксперт по лавашам Валентин Ким Всем здрасте, добрый вечер Добрый вечер Давайте немного пошумим Да, отлично Вы знаете, не люблю игру Net for Speed Потому что вот она нереалистичная, да Она нежизненная Вот если у тебя в игре есть ламборджини Что ты сделаешь? Ты наворатишь ее, да Просто разгонишь ее И что будешь делать? Гнать Просто гнать, бить все рекорды Да, в жизни же не так Если в жизни у тебя есть Во-первых, у тебя нет жизни ламборджини, да Давай так Во-вторых Во-вторых, если у тебя есть ламборджини То ты ее оттенингуешь И поедешь по свадьбам Я не люблю мыть посуду Не люблю Вот конкретно Не мою посуду Потому что мне не нравится вот это средство Для мытья посуды Потому что вот на нем написано На 100% удаляет жир Это угроза Это прямая угроза Понимаете? Короче, есть друг Он гладит мне живот Ну, типа я Будда Понимаете, да? Типа я китайский сувенир Типа я китайский сувенир Если он погладит, да? Это принесет ему деньги Богатство Решил подшутить, да? Положил в рот монетку И когда он гладил мне по животу Я просто выплюнул ее Он не понял шутки Потому что на следующий день Пришел с ведром просто Гладить живот Недавно вычитал, что Человеческое тело состоит Из 80% из воды Да? На 80% из воды Просто получается вот Среднестатистический человек Весит 80 килограмм И на 80% состоит из воды А вот я вешу 130 килограмм И на 120% состою из воды Да, получается? И вот Вот мое тело Получается на 80% состоит из воды На 10% из кальция, да? На 9% из углеводов, да? И вот всего на 1% из жира Я не жирный Я водянистый, понятно? Водянистый я И вот, знаете, много людей подходят Говорят, типа Ты слишком много шутишь Про то, что ты толстый, да? Прекращай, зачем? Вот думаете, я хочу это? Нет, я не хочу У меня контракт с телеканалом просто Они заставляют меня быть толстым Я хочу похудеть вообще, понимаете? Я вообще в душе, знаете, вот такой Вот я вот такой Серьезно Видите, у меня даже палец толстый Я не могу показать, насколько я худой Всем спасибо, друзья С каждым днем желающих заниматься стендапом Становится все больше К сожалению, мы не смогли показать все выступления Начинающих стендап-комиков Но лучшие моменты вы увидите прямо сейчас В рубрике «Открытый микрофон» Здравствуйте Меня зовут Абдушкор Я учусь в химико-технологическом институте И немного фактов о химии Вы знаете, я столько лет изучаю химию И при изучении химии я понял одно Самое важное, когда вы изучаете химию Никогда не облизывать ложечки Девушек иногда очень трудно понять Иногда даже непонятно, чего они хотят Я вот встречался с девушкой Которая вот очень сильно хотела Прямо постоянно хотела Накрасить мне ногти Я вот не знаю, почему Может, ей было стыдно перед ее подругами Типа, вот мы увиделись А я такой неухоженный, да Ненакрашенный Просто, если девушка не знакомит вас Своего парня со своими подругами Она просто недовольна своим парнем Просто, а что она скажет? Типа, знакомьтесь, Ильдар, идиот Прошу любить и жаловать И заберите его кто-нибудь Если кому-то нужен Просто, если девушка действительно в восторге от своего парня Она обязательно познакомит его со своими подругами Типа, видали, а? Видали? Просто порадуйтесь за меня И сдохните от зависти У девушек же всегда такая дружба Как бы лучшие подруги Но на самом деле они злейшие враги И поэтому они часто уходят попудрить носик Типа, сидят в кафе Парень, девушка и ее подруга И если что-то идет не так Одна говорит другой Выйдем, побудрим носик И у девушек попудрить носик Это все равно, что у нас у парней Типа, слышь, выйдем, поговорим И вот я уверен Вот куда они идут Там у них такой разговор Типа, слышь, подруга, ты что творишь? Мы же договаривались, не порт мне свидание А вторая такая, помнишь, девяностые? Ты мне там бантик порвала в садике И вот с тех пор у меня нету парня Так что живой ты отсюда не выйдешь Добрый вечер, так сказать Сейчас будет юмореха прям В общем, жена попросила подробнять кончики Вы когда-нибудь видели, как плачет полулысая женщина? А я видел Я же не знал, что кончики снизу Вообще, я в душе романтик, честно Недавно на асфальте мелом написал Эльнара, я люблю писать мелом на асфальте Жена говорит Говорит, у меня все парни были в алфавитном порядке У меня фамилия на Д Я говорю, я что, был пятый? Она говорит, нет, Юра Я по именам шла Очень люблю чистоту, очень Когда мы с женой зашли в ЗАГС Я сразу сказал Если тут плохо помыть полы То будут и разводы Прислушайтесь Раньше я любил дрессировать собак Но чтобы понимать собаку Нужно думать, как собака Я ободрал диван И меня выгнали на улицу Итак, встречайте Резидент, который доказывает Что женский юмор существует Индира Мефтахова Всем привет, с вами Индира Стендап — это женское Поверьте, чисто женское Говорят о диете и так далее О проблемах Накопилось Понаблюдала, многое поняла Поговорим Знаете что? Оказывается, я поняла Многие дети могут легко потерять родителей Вот сейчас объясню Когда ребенок получает пятерку Начинается Отец такой Это мой ребенок Весь меня Мама такая Нет, это мой ребенок Весь меня В меня он такой умный И только стоит ему получить двойку Начинается Это твой ребенок Вот весь тупой В такой же тупой, как мать Это твой ребенок И ребенок такой Стоит и говорит Все, хватит Я не ваш И знаете, вот я заметила такую вещь Когда у людей появляются тараканы Они говорят Да, вот тараканы появились От соседей перешли От соседей Никто не скажет, что Да, вот мы такие грязнули Посуду не моем От соседей перешли Ну, в общем, у меня дома тараканы Появились От соседей перешли Самая интересная Еды дома нет Чего они там делают Такое ощущение Что они пришли Такие Что там, еда появилась И линдера опять все съела Знаете, вот неловкий момент такой Вчера шла по дороге И вот поняла, что у всех Такой момент был Идешь по дороге Вот когда именно все смотрят Идешь нормально А когда все смотрят Спотыкаешься И что ты делаешь, да В этот момент Такая раз Сморок волос И начинаешь такая Нормально Нормально Спотыкнулась Нормально Что здесь Уберите Что здесь Раз ты когда-то шла Уже никого нет Начинается На следующий день С костылями Проходишь на том же месте Такая Да, нормально Вчера здесь спотыкнулась Нормально, да До сих пор не убрали Просто был такой Случай летом И я заметила Что мы, девчонки Любим упрекать парней Типа такого Ты меня не ценишь Вот когда ты мне подарил Айфон Я уже заранее купила На него чехол А я тебе подарила Подарок Ты его ни разу Не одел Если так подумать Глупо упрекать носками А нам как бы нормально Да, мы еще добавляем Типа И что, я же девушка Пусть скажешь спасибо Что я их еще Не из боулинга Притащила А купила Бей к бараке И у меня подруга У всех есть коллеги Кто-нибудь дает подарок Правильно Вот ей коллега подарил подарок Ну, мужчина Приходит домой И муж такой Не понял Она такая Это просто подарок Просто коллега Просто Айфон Икс В общем, сейчас мы с ней Вместе живем Ну, все нормально Айфон у меня Скоро вернется И вот парней много Немножко вас, да Вот Я заметила Что парни любят Понтоваться Вот Муж О, девушка захлопала Видела Вот Наболела Так Надоел И вот Муж моей подруги Вечно понтуется Что у него всегда Было много девушек В запасе И если бы не она То какая-нибудь другая Была бы сейчас С ним рядом А она молчит Он у нее и сейчас В запасе И еще меня бесит Знаете Вот мы были в ресторане С подругой Кого мы там увидели? Ее мужа С кем? С блондиночкой И знаете Он быстро отмазался Мы такие подходим Дорогая знакомься Твоя подруга Я такая думаю Серьезно? По каким критериям Ты ее выбирал? Типа такого Так Блондиночка Голубые глаза 90-60-90 Нет Только в подруге годится Только в подруге Что я хочу сказать Ребят В общем Девчонки Помним, да? С парнями Только дружим А любить будем Мужей Спасибо С вами была Просто Индира Встречайте Постоянный резидент Тарас Касымбаров Здравствуйте Здравствуйте Привет Знаете Я никогда не знакомился В соцсетях Никогда в жизни Потому что вот В соцсети человек один А наяву другой Да может быть Такое свидание Что ты договоришься С девушкой Да Захочешь ее увидеть Будешь стоять Звонить И говорить Ну я на месте Как я тебя узнаю Она скажет Ну у меня в руках Будет платочек И таз с ханумом В таких отношениях Ты по-любому Захочешь когда-то уйти Да Ты скажешь Этой девушке Ну пойми Мы с тобой Слишком разные Мы с тобой Буквально разговариваем На разных языках Она скажет Эээ бошэмэк Котормэ И вот после такого разрыва О чем говорить После таких отношений Что можно сказать Что вот У моей бывшей девушки Была фигура песочных часов Если ее перевернуть Песок сыпется сверху Знаете Вот это стыдно Да Вот есть вещи На которые можно смотреть Вечно Но я вот точно знаю Что есть вещи На которые смотреть Вот прям стыдно Прям стыдно Вот смотреть Когда русские Пародируют армян Вот Вот это Не делайте Это ужасно Очень стыдно Смотреть Как учительница Этики Закидывает на свай И очень стыдно Кадриться К продавщице Зелени Типа А у вас укроп На скидках? Я женат Пять лет Но вот я до сих пор Не могу понять Вот как развиваются Отношения Вот смотрите Я объясню Девушки в браке Они считают Что отношения Вот романтика Она закончилась Она не закончилась Она изменилась Просто вот мы Например С моей женой Вчера провожали закат Да на Фархадском Да на Фархадском Но вечерний базар Дешевле Там Картошка дешевая Морковь Вообще даром Вообще даром И меня очень Раздражают люди Которые задают Глупые вопросы Недавно я иду По улице Навстречу Мне идет парочка И парень спрашивает Девушку И ты что Прям сегодня На поминки Что ли пойдешь? Она говорит Ну да Он говорит И что там Прям так Все серьезно Что ли? Просто что тебе На это ответить? Там Да нет Там просто У деда насморк Мы решили Отрепетировать И вот Раздражают люди Очень бесят меня Люди Которые играют с едой Вот ненавижу это Я имею ввиду Тех людей Которые берут Вот так Виноградину Подкидывают И так И ловят ее ртом Да вот Я мечтаю Чтобы хотя бы Над одним таким человеком Вот он подкинул Так высоко Подкинул виноградину Открыл рот И вот над ним Чтобы летел голубь И украл виноградину И вот Еще одну вещь Я не понимаю Прямо серьезно Не понимаю Это вот мантии Да сейчас в моду входят Да мужчины носят Вот знаете Такая одежда Непонятно Это пальто Или половая тряпка Вот Что-то среднее Знаете Вот такие ниже колен Вот они там Волтаются Пыль подметает У них еще вот Капюшон такой Я сегодня ехал в метро Шесть человек было в мантии В одном вагоне Шесть человек в мантиях Я думал В какой-то момент Они вот так вот Наденут капюшоны Зажгут свечи Дорим Все же испугаются Все же испугаются А потом подумают А что мы пугаемся И дадут им в рыло Понимаете Дадут им в рыло Еще в метро Видел очень странную штуку Да Там Сейчас реклама Есть в метро И вот там была реклама Средства от прыщей С фотографии до И после И вот на фотографии С прыщами Парень был более счастливый Чем без Да Вот складывалось ощущение Что у него отобрали Последнее Да Типа Я вас всех помню Ребята Вы все у меня Вот здесь Вот И еще более странная Реклама в метро Это реклама Средства Вот Лекарства Против боли в животе Там на фотографии до Был скрюченный Вот такой мужик А на фотографии после Была улыбающаяся женщина Просто типа Лекарство помогает Но есть небольшой Побочный эффект Спасибо большое Приятного вечера Это был очередной выпуск Стендап-шоу На телеканале ЗОР-ТВ Меня зовут Камил Джалилов Тимур Алиев Тебе привет Увидимся Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»